Итак, дорогие друзья, назрела необходимость вот в такой форме общения. Мы ее пробуем первый раз, то есть после фильма все-таки объяснить какие-то моменты. Недавно мы были на Северном Урале в феврале месяце, ездили в поселок Ушма, где живут манси, и вот три дня назад выдали фильм, достаточно быстро его сделав и смонтировав, тем более, что у нас сейчас это все так полупрофессионально происходит, вот в этом смысле нет проблем. И очень много посыпалось вопросов в личку и в том числе в комментарии. Где-то я пытаюсь ответить, но я понимаю, что человек увидел комментарий, а в личку тем более он ответ не может прочесть. Поэтому вот пройдемся сначала по вопросам. То есть экспедиция ТВ-2, вы, те, кто будет смотреть вот этот мини-эфир, наверняка знают, что это, то есть это мы планируем экспедицию в какое-нибудь очень трудно удаленное место, едем туда и снимаем реальную жизнь, то есть без каких-то там концертов, официальных речей и так далее. Значит, организовать ее очень сложно, это организовать было очень сложно. Значит, пройдемся по вопросам. Значит, спрашивают, будет ли продолжение у этого фильма. То есть вот наша обратная дорога, а мы там ехали на снегоходах, ехали на машине, ехали на поездах. В общем, достаточно сложно добирались. И будут ли съемки в интернате. То есть те, кто не видел фильм или посмотрят фильм, значит, я немножечко скажу, что там была такая вещь в конце. И родители из этого поселка Ушма, семья Манси, передавали своим детям, которые живут в интернате, котлетки, прямо они дымились аж тепленькие. То есть такое угощение. И мы хотели заехать в интернат, передать, естественно, эту передачку и подснять этих детей, потому что в том числе о них речь шла. Старший сын, например, ему 13 лет в этой семье, с 6 лет в интернате. То есть большую жизнь он провел в интернате. Интернат – это единственная форма обучения, так скажем, у коренных малочисленных народов чаще всего. Так вот, мы в интернат заехали, но нам там не разрешили снимать. При этом местную администрацию даже мало интересовало разрешение родителей письменное, которого у нас не было, естественно, мы привезли передачку, мы хотели вот этот момент подснять. То есть мы по-старому рассуждали. Их интересовало какое-то разрешение от департамента и так далее, чего у нас не было. При этом сначала с нами разговаривал еще заместитель директора этого интерната, очень грубо. Как оказалось, потом сотрудницы мне сказали, типа, вы не обращайте внимания, он, значит, раньше в колонии работал, поэтому вот он такой. Но директор оказался адекватный, она сказала, действительно, без разрешения нельзя. Нельзя передачку, слава тебе, Господи, дала нам передать этим детям. Но съемки как таковые не получились, потому что это была мимолетная встреча в коридоре. Поэтому вот такого продолжения у фильма не будет. Потом еще один вопрос. Те, кто знают лично Александра Сокалова, нашего оператора, говорят, почему его так мало в кадре. Ну, в кадре его мало, потому что он оператор, он находится за кадром. И тот редкий момент на 35-й минуте, когда он рубит дрова, помогая бабушке, вот, значит, бабе Маше, потому что ее племянник уехал, скрываясь от нас в том числе. Вот. Ну, то есть это я сняла на камерку, при этом на свою маленькую. При этом вы понимаете, что у нас не огромная съемочная группа. У меня в руках в это время был фотоаппарат в одной руке, в другой руке видеокамера, в третьей руке микрофон. Слава богу, варежки были привязаны на веревочке, поэтому вот еще их хотя бы не надо было держать. То есть, как бы, было бы два оператора, две камеры, конечно, весь процесс можно было бы снять и показать. Потом, значит, некоторых людей, ну, как бы, ну, так, без особого, конечно, там, критики с их стороны, но удивило о том, как мы так быстро заходим в дом и начинаем прям сразу их на такие важные темы этих людей, значит, вот, спрашивать. В том числе, вот, на те темы, которые болезненные для Манси. Ну, дорогие друзья, у нас всего лишь два съемочных дня было. То есть мы бы остались дольше, но всегда в экспедициях есть свои сложности. В данном случае была сложность, что машину в Екатеринбурге, которая нас отвезла со снегоходом, пришлось арендовать за бешеные деньги, за три с половиной тысячи рублей в день. Мы этого никак не ожидали, поэтому все, что у нас было с собой, мы отдали этому водителю. И дольше мы не могли оставаться, то есть, поэтому, вот, два дня мы провели в Ушме, и тут уж вольно-невольно ты заходишь, и с первой минуты ты должен расположить этих людей, влезть к ним в душу. Поэтому, вот, пришлось немножечко, вот, как бы, вот так вот, так скажем, жестко, значит, поступать, да. Слава Богу, эти люди очень открыты, очень доброжелательные. Слава Богу, эти люди чувствуют, как на самом деле я их люблю, и как я люблю это, и как любит Сашка Соколов, и вся моя съемочная группа, то есть, любит эту тему, любит к этим людям приезжать, любит с ними общаться. Поэтому они в этом смысле отвечают взаимностью. То есть, через две минуты они уже нам что-то рассказывают, уже поют, уже плачут и так далее. То есть, если бы это вот не наш народ такой отзывчивый, то, конечно, бы так не получалось. Поэтому, если бы у нас была возможность снимать так называемое антропологическое кино, да, когда ты приезжаешь, ты сначала полгода там живешь, значит, к тебе все привыкают, привыкают к камере, ты потихонечку какие-то моменты снимаешь, снимаешь, и потом люди вообще просто даже не замечают эту камеру. Вот это прям моя мечта, снимать такой фильм, но, к сожалению, у нас такой возможности нет. Чтобы эти два дня случились, я полгода это тщательно планировала, списывалась, там планы менялись. Вы знаете, мы собираем средства на то, чтобы поездка состоялась на платформе вот краудфандинг. Значит, то есть собираем с людей, которые кидают нам от 100 рублей там кто сколько может, вот. И мы обычно собираем только исключительно, да не обычно, а пока стопроцентно, только на то, чтобы в принципе поездка состоялась. То есть на бензин, на еду, на поезд, на паромы там и так далее. То есть в этом смысле мы альтруисты, мы... Речь о зарплате вообще даже не идет, и о том, чтобы заработать и на этих фильмах тоже не идет. То есть поэтому вот у нас было только два съемочных дня. Потом вот периодически возникают вопросы о том, чтобы... А можно ли поучаствовать в вашей экспедиции за деньги? Хорошая вещь, хорошая тема. Мы ее даже обсуждали, учитывая то, что у нас вечно не хватает денег на то, чтобы ехать и снимать. Вот, но... И теоретически даже такая возможность есть. Но если вы смотрели наши фильмы, вы понимаете, да, что это те фильмы, куда просто так не доедешь, просто так не доберешься, где просто так невозможно остановиться, потому что там нет гостиниц и так далее. И это все-таки съемочный процесс вот в таком жестком режиме. То есть когда мне надо попасть в дом к незнакомому человеку через две минуты, он должен расслабиться и все тебе выдать. Поэтому чем меньше людей в этом смысле, еще это меня останавливает, тем лучше. Потому что все эти лишние посторонние зрители, посторонние между мной и этим человеком, они, конечно, меня не смущают. Они смущают того человека, который дает интервью. А так как все-таки наша цель глобальная это снять и показать этих людей, то вот как бы я лучше пожертвую лишним зрителям на съемочной площадке, которые за это заплатят. Но такая возможность теоретическая есть. И даже такие люди, я думаю, что нам могут быть полезны носить штатив, готовить на костре в это время еду, пока мы снимаем. Но это все обсуждаемо. Если вы сильно хотите, вы, конечно, можете писать. Везде под нашими фильмами есть мой имейл. Пишите, будем обсуждать. Но обычно эта возможность есть взять только одного человека. Ну одного, но от силы двух. Летом, может быть, когда ты ночуешь в палатках, может быть, это будет отдельная машина, и тогда действительно там можно и трех человек взять. Но это все обсуждается. Пока мы такую вещь не делали. Значит, расскажу. Многие спрашивают, почему вас интересует именно эта тема. То есть тема коренных малочисленных народов. Я уже про это несколько раз говорила, но повторюсь еще раз. То есть, да, вот даже судя по просмотрам, Парабель, значит, посмотрела фильм предыдущий наш, который мы снимали в октябре, посмотрела больше полумиллиона человек. Фильмы про коренные малочисленные народы, ну, там десятки тысяч всего лишь смотрят в итоге. Конечно, эта тема интересует мало кого. Но тут два момента, почему мы снимаем это кино про коренные малочисленные народы. Первый момент, это такая, как бы, социальная наша ответственность, которая всегда у ТВ-2 была, именно потому, что мы понимаем, 10 лет, 20 лет мы вообще ни эту культуру, ни этот язык уже не услышим, не увидим и так далее. Поэтому надо сейчас успеть снять и показать это. Тут так хорошо сложилось, что мне это интересно и интересно моему напарнику Саше Соколову, который говорит, что с тобой хоть в космос, хоть какой народ снимать, поеду куда угодно. Это большая ценность. Почему мне это интересно, не знаю. Но вот последнее время меня интересует и история своей семьи, и культура, язык разных народов, которые живут в России. Я вот даже, кстати, сейчас пришла и поняла, что даже в одежде, вот сережки у меня, это латвийские, то есть исконно, которые, значит, вот там были найдены в каких-то могильниках, и вот воспроизведено это. Значит, вот такую вещь носят в Прибалтике, это эстонское. Значит, кольцо, все это серебро, золото я не люблю, кольцо Якутия, у них офигенные украшения. Шарфик, к которому я сегодня пришла, вот он, коми, это вяжет замечательная женщина, там был куплен тоже в этой экспедиции. То есть мне это нравится, и поэтому так хорошо сложилось, что мне это нравится, и вот благодаря вам есть такая возможность снимать. Но не всегда у нас экспедиции к коренным малочисленным народам. Немножечко расскажу про следующие экспедиции, которые скоро будут заявлены. Одна из них, сбор на нее заявлен, и тема, то есть я тему заявляю, поймите меня, только тогда, когда я, потому что это ответственность перед людьми, которые скидываются на эту экспедицию, только когда я уверена, что мы, у нас уже все получится. То есть когда простроена логистика, я понимаю, на чем я доеду, как я доеду, куда я доеду, к кому я доеду, и где мы будем там жить. Вот, поэтому сейчас там у нас на сайте в крыжике экспедиции ТВ-2 заявлена пока только одна экспедиция. Это экспедиция в Каргасовский район. Придумали мы ее после съемок в Парабельском районе, когда жители Каргасовского района начали писать мне, почему вы не снимете такой же жизненный фильм про нас. Значит, нам тоже хочется. И мы придумали снять в Каргасовском районе проехать по населенным пунктам, где раньше были во время войны, сразу после войны детские дома. То есть меня поразил тот факт, что в Нарымский край, вы представляете, в те времена, насколько туда вообще сложно было попасть, и как там сложно было жить, значит, привезли, например, детей из блокадного Ленинграда. То есть их по всей стране развозили, потому что нужно было как-то в этот момент их спасать, и возможности особо и не было. То есть этот факт меня поразил, от него оттолкнулись, вот решили сделать такую экспедицию. И на самом деле у нас есть еще три экспедиции. А про одну мы утаим, это будет прям тайный сюрприз. Надеюсь, в апреле она случится. А две скоро будут заявлены. Это в августе мы попробуем пройти по кити, волоком на вездеходах, на каких-то плотах и так далее. Это тот путь, которым наши предки осваивали Сибирь 400 лет назад. Путь, которым прошел протопоп Авакум. В том числе в этой экспедиции планируют участвовать староверы, старобряцы из нашей церкви на Якоблева. Посмотрим, получится или нет. И еще одна экспедиция, это в урочище Львовка, сейчас он называется. Львовка это была такая деревня, которой 10 лет назад выехали оттуда последние жители. Туда добраться очень сложно, но нам надо туда добраться и не зимой, когда есть зимник. И это было бы легко достаточно сделать. А тогда, когда нет снега. То есть мы планируем на осень, потому что с нами поедет журналист из Рязани, у которой у Львовки похоронен дед. Это, естественно, места, куда просто так люди добровольно не ехали. Это места ссылок репрессий, где были репрессированы. Значит, у нее там похоронен дед, у нее там, насколько я поняла, родилась мама. И это их такая личная семейная история, на которую мы откликнулись. Я с этой журналисткой познакомилась на одном из семинаров. И вот когда она начала смотреть наши экспедиции, наши фильмы, она сказала, вы знаете, у меня в Томской области вот в таком-то месте могила деда, на котором я не была. И мама, которая хотела бы посмотреть на место, которое там тоже уже тысячу лет не было. А она там не была вообще ни разу. Поэтому мы попытаемся попасть туда, в Львовку, не даже через Томскую область, а через Новосибирскую, через Васюганские болота. То есть это тоже будет что-то. Вот такая экспедиция планируется. Поэтому следите за нашими анонсами. Вполне возможно, мы кого-то еще привлечем к этой экспедиции. Мы возьмем, значит, естественно, это не, ну, то есть совершенно человек посторонний. Это значит, его финансовое участие в этой экспедиции должно быть. Мы скоро эти сборы объявим, потому что мы как ТВ-2 должны тоже поучаствовать, там, бензином и так далее. Потому что те люди, которые нас повезут, это просто туристы, которые, для которых это не бизнес, у них тоже нет лишних денег на это. Такие же энтузиасты, как и мы. То есть вот немножечко я вам рассказала про, надеюсь, я... У меня, кстати, тут есть листочек. Я вроде себе помечала. Ага, значит, да. Может быть, у нас будут еще новые такие формы, вот как сегодня, значит, общение с вами по поводу экспедиции. И уже несколько раз были предложения, например, провести показ фильма с, значит, вот, с общением со съемочной группой вживую. И в тот момент, когда я созрела до этой темы, значит, случился этот коронавирус. Поэтому давайте мы его сначала переживем, а потом действительно такую вещь сделаем. Потому что очень разные люди от музеев до, значит, до совершенно посторонних наших зрителей говорят, давайте такую вещь сделаем. Давайте общаться, нам это интересно. Интересно общаться оффлайн. Я экстраверт, то есть я совершенно за такое общение. Вот. Поэтому будем прорабатывать, когда коронавирус этот сдохнет, к черту. Вот. А еще одна вещь, значит, кстати, вот я посмотрела. Спрашивают, вот если мы возвращаемся к теме коренные и малочисленные народы. Вот сейчас мы ехали к Манси. Я стараюсь всегда, чтобы у меня был эксперт, который разбирается в этом народе, разбирается в этом языке, и который, значит, на стадии изготовления уже фильма и подготовки его меня как-то немножечко вот просветит, да. Чтобы не было явных каких-то ошибок. Вот. Потому что это у нас не антропологическое кино, мы не эксперты в этой теме, но уж если делать какой-то фильм, то есть мы стараемся все-таки не наврать там сильно, что называется. Поэтому в данном случае к Манси, когда я ехала, у нас своих экспертов не было, потому что все-таки это не наш регион, и особых каких-то экспертов у нас тут нет в Томской области по ним. Но мы тогда решили просто, что мы покажем то, что мы сняли. То есть вот то, что нам люди рассказали, то мы и сделаем. Потому что они живут в этой, они Манси, они живут в этой деревне, они выступают в данном случае экспертом. Если они говорят, что их язык ближе к венгерскому, чем к хантыйскому, что они венгров понимают лучше, чем хантов, и я проверяю, так говорит в одной семье, так говорится в одной семье, так говорят другие Манси в другой семье, которые не слышали предыдущих, значит, видимо, так оно и есть. Я с их слов это передаю. Потом мы стараемся использовать, например, музыку. Когда я пыталась найти, значит, какую-то бесплатную музыку для монтажа этого фильма, очень многие откликнулись, в том числе были готовы поделиться там, например, горловым пением и исполнением варгана. Но вы понимаете, где Манси? То есть мы-то это понимаем. 99% зрителя, ну, то есть того, кто совсем далек от этой темы, наверное, для них это вот что-то такое, да, общее, значит, балалайка и так далее, это вот, значит, русские и славяне, а добра и там, значит, варган, это вот все остальное. Нет, конечно. То есть Манси и горловое пение – это совсем разная вещь, поэтому мы всегда стараемся даже в этом все-таки быть более-менее, значит, соответствовать реальности. Поэтому мы стараемся записывать те песни, музыку, исполнение, которые там реально есть, или брать их записи. В данном случае спасибо этой бабушке Альбине Анямовой, которая через две минуты уже пела нам песни, хотя и стеснялась, видимо. Вот, но там звучит аутентичная музыка, то есть в этом смысле тоже можно не сомневаться. Поэтому, пожалуйста, друзья, смотрите фильм, пишите свои комментарии, спрашивайте вопросы, задавайте вопросы, везде там есть мой электронный адрес, можете писать что-то в личку. Значит, мы, я все-таки буду стараться посматривать за комментариями и отвечать. И не забывайте, у нас объявлен сбор на следующую экспедицию о том, где, как можно кинуть какую-то денежку туда, везде тоже есть в комментариях, в описании и так далее. Спасибо огромное. Посмотрим, как, нужно ли вам вообще вот такое общение с автором фильма. Может быть, потом посадим оператора, чтобы он это все рассказал. Посмотрим. Спасибо огромное. Санечко, все.